Владивосток, 12 октября 2021 года. Нагорный парк. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Одного Вот из группы поддержки. Кто бывал на наших мероприятиях раньше или смотрел их в онлайне? Поднимите руку, покажите. Есть у нас... Да, я знаю, что ты там была. Ты там победила. Хорошо, тогда я расскажу. Научная битва. Здесь не дерутся, здесь соревнуются в мастерстве подачи научных фактов. Каждый из наших слэмеров он специалист, эксперт в своем деле и постарается максимально интересно донести до вас то, почему он занимается, тем, чем он занимается. Как мы с вами будем дальше жить? Я вызываю по одной очереди слэмера. У него будет у каждого по 10 минут, чтобы донести свою тему. Когда 10 минут заканчивается, то внезапно в небе раздастся вот такой вот гонг. Нам сегодня экскаватор очень помогает. Не перепутайте, но гонг, вот он сейчас зависит. Просто наш диджей выключите без звука. Вот и все. Но у вас останется 5 минут. У вас, в смысле, у вас, уважаемые зрители, чтобы задать вопросы касательно того, что вы услышали от нашего спикера. Быть может, вы с чем-то не согласны, вы что-то недопоняли или вам просто по фану задать какой-нибудь дурацкий вопрос. Это тоже будет прикольно. Но вопросы мы задаем не просто так, а боремся за призвы. Сегодня каждый из слэмеров выберет одного автора, одного интересного на его вкус вопроса. И, собственно, автор этого вопроса получит у нас классный, приятный сувенир от наших друзей Управления по делам молодежи. Поэтому, друзья, слушаем внимательно, задаем вопросы. Самый интересный вопрос, по мнению автора выступления, подарит вам путевку в жизнь. Хотел сказать, я так и сказал. Как мы будем определять победителем? Когда битвы завершатся, все выступят, мы вызовем всех участников сюда. И с помощью ваших аплодисментов, топота, улюлюканья, криков, будем измерять уровень победы. Чем мы будем это измерять? Об этом уже в конце. Ну, собственно, так мы определим победителя сегодняшней битвы. И поскольку битва, это все-таки немножко про панчи, то вы можете обратить внимание, на полу у нас лежат фирменные красные слэмерские перчатки. Друзья, это переходящее знамя, как кубок, который от победителя к победителю вкачует уже на протяжении веков. Ну, как минимум два года во Владивостоке точно они гуляют на моих глазах. Поэтому в конце мы вручим эти перчатки от победителя предыдущей битвы победителю текущей битвы. Меня зовут Андрей. Я учусь и работаю в группу, занимаюсь космосом. И я постараюсь сделать так, чтобы сегодня для вас космос стал чуть более открытым. И расскажу несколько интересных штук. Спасибо. Поехали. Короче, хочу начать с такого примера, что-ли, жатейского. Ну, я буквально пару недель назад сидел, сидел, кушал, обестал в мемчике. И мне попался один такой, немного баянистый. И там было написано, что вот представь, если бы ты вот лет 40 назад взял, сфотографировал свой обед, потом пошел, проявил пленку, распечатал ее и показал своим друзьям, за тебя посмотрели, как идет. И правильно бы сделали. А сегодня ты фоткаешь постоянно свою еду, выкладываешь в Инстаграм, типа это глупо, глупо. Я так все, подумал, ну, это не глупо. Люди на этом некоторые реально зарабатывают. Но в какой момент это стало быть нормально? В тот момент, когда фотография перестала быть такой сложной, рутинной задачей, можно было просто челкнуть, нажать на кнопочку на телефоне и поделиться с миллионами подписчиков. То есть стоимость фотографий снизилась до нуля, не считая стоимости с телефона. Скорость распространения фотографий равна скорости вашего интернета. Ну, здесь он, к сожалению, почти не ловит, но дома у всех, думаю, нормально. И, соответственно, просто благодаря технологии, благодаря тому, что у нас, благодаря тому, что у нас появилась возможность сделать это быстро и дешево, у нас появился новый рынок. Рынок блогеров, рынок инстаграмщиков, которые собирают миллионы подписчиков и зарабатывают довольно большие деньги. Не все, конечно, но они зарабатывают. И 40 лет назад это бы казалось безумием абсолютнейшим. Ну, как это, показывать фотографии и радоваться жизни? Такого не могло быть. И то же самое может спокойно сработать в космосе. И если у нас стоимость запуска снизится до определенной отметки, то космос станет чуть ближе к каждому из нас. Конечно, не буквально, возможно, никто из нас не полетит, но с отнижением стоимости шанс того, что кто-то из вас сидящих окажется в космосе, просто по приколу, он будет все дальше уходить от нуля в положительную сторону. Но основная здесь именно задача и идея в том, чтобы сделать его доступным для бизнеса, для тех индустрий, тех производств, которым сейчас это дорого и рентабельно, и непонятно. Но у нас уже есть сейчас целая куча, целый список различных ракет, компаний. Кстати, спойлер, там не только есть у нас Роскосмос и SpaceX, там есть и новоделандцы, там есть из Европы компании. Такой небольшой списочек, можно его нагуглить, конечно, ничего не видно, но они есть, но их мало. И в чем заключается основная текущая проблема всего этого? Почему мы еще не летаем так дешево, так часто, и что вообще происходит? Ну, во-первых, на разные ракеты, например, даже Иван Маск процессирует, говорил, что выкидывать ракету после каждого запуска все равно, что после полета Москва-Владивосток взять и списать самолет, просто взять его и в уйти. Тогда представьте, сколько бы у нас стоили перелеты по стране, они и так не дешевые, но каждый раз платить за стоимость нового Боинга было бы не очень круто. Во-вторых, это все делает медленно. Это замедляет процесс подготовки, процесс подготовки инфраструктуры и куча-куча-куча других вещей. Плюс у нас очень эффективный двигатель. И это целая куча проблем в индустрии, которые не позволяют нам просто так взять и лететь, куда мы хотим, дешево, бесплатно, сердито и строить там новые горизонты. Ну, а что со всем этим можем делать? Айтишный космос. Пойдем к примеру того же Ивана Маска, ну и к примеру меня. Что он сделал такого, чего не делали до него? Почему у них есть такие прогрессы и результаты? Как раз секрет скрывается в том, что он применил несвойственные отрасли методы и они казались успешными. Я пока не применил никакие неизвестные отрасли методы. Я пока что в ДВФу занимаюсь такими большими ракетками, они даже с меня ростом. Мы на день космонавтики с ребятами запускали, готовились, делали для них различную электронную начинку. Оно все летало, летало даже не совсем нам на голову. И в чем был секрет? Прежде чем это все строить, мы с ребятами, конечно, планировали, чертили, и это всем привычно, что можно там наделать чертежей, посмотреть примерно, как оно будет выглядеть и порадоваться увидеться. Но прежде чем сделать что-то большое, иногда приходится это повзрывать. Например, если кто-то следил за новостями благочника, то, что происходило в SpaceX, вы видели, как Starship взлетали и взрывались практически раз в пару месяцев. Но зачем они это делали? Почему у нас там, когда ракеты взрываются, у нас все идут, ой, все, там, космос, загнулся, ракета взорвалась, все плохо, ну, либо, короче, афишируют именно это как проблему. Почему здесь они говорили, что все классно и взрывали ракеты? Как раз-таки в этом и заключается, собственно, секрет их подхода. Это итеративная разработка. Сначала подразумевают под собой этот метод. Они вот клепают там чертежи, свои прототипы, и как только вероятность того, что оно, ну, наверное, полетит, выше 50% они берут это и пускают. Зачем это нужно? Ну, в первую очередь, правее, свои гипотезы, идея, потому что вдруг оно полетит. И второе, основная идея в том, что используются технологии цифровых бойников. Собираются все данные, все данные вбиваются изначально, там, пытаются что-то почитать, как полетит у нас куда ракета примерно, но посчитать реальную физику процесса, ее невероятно сложно. И все модели, которые когда-либо строились, они очень, ну, примерные. Потому что у нас нет идеальных датчиков, которые могут стопроцентно изменить даже температуру в воздухе, вот мы не можем ее измерить прям идеально. Что говорить о огромной большой ракете, где есть куча параметров. И в чем секрет? Они примерно считают, предполагают, что, наверное, полетит, ну, там летает классно, кстати, да, мне нравится, и они вбивают это все в компьютер. Потом они запускают Starship, взрывают его, и прежде чем он взрывается, он передает оттуда куча-куча-куча-куча данных, данных о том, как он работал. И они все эти данные берут, собирают и используют для того, чтобы как раз-таки вложить это в эту модель. И следующий их Starship, и ты уже чуточку лучше. И они снова его взрывают, и до тех пор, пока он, как мы не видели, может быть, вы видели, пока он не садится, и не делает все, что от него, собственно, планировалось или не надо. То, что делали конкретно уже мы. Вот есть такая программка OpenRocket, может, кто-то из вас слышал, или теперь вы слышали, она позволяет моделировать ракеты, и примерно происходит то же самое. То есть вы, прежде чем построить с ребятами на День космонавтики эти штуки, мы их посчитали, помоделировали, получили вот такие графики, знали, насколько она примерно у нас залетит, и упадет ли она на голову представителям Роскосмоса. Вот, соответственно, это выглядело так. Плюс еще недавно, может быть, кто-то следит за космосом, у нас была посадка Ingenuity происходила, и у нас до Марса задержка в сигнале, она составляет около 30 минут. То есть когда садился марсоход, мы не знали, что с ним происходит. То есть он мог уже разбиться, а нам приходит информация, что он еще летит. Такая задержка в полчаса, и ты не знаешь, что с ним происходит. Но картинки, соответственно, нет. И видать видео оттуда очень сложно и небыстро. И они по телеметрии строили, вот купали картинку модель, и с задержкой в полчаса смотрели, что там происходило. Это по факту тоже цифровой двойник, только не для того, чтобы проработать, а чтобы отобразить происходящее там далеко, просто по данным телеметрии. И, к счастью, он сел, и вертолетик летает, и марсоход ездит, и это классно. Какой есть вопрос касательно того, что вы сейчас услышали? Пожалуйста. Если вас Илон Маск позовет на Марс, вы будете... Смотрите, я, наверное, похоже с ним исповедую сейчас такой, так сказать, образ мысли. Я бы с радостью. Я вот, знаете, программа Dear Moon есть, когда вот непонец там выкупил места на Старшипе, они должны облететь луну, и он кинул клич, типа, я там четырех людей прикольно к себе возьму. Я подавал туда заявку, честно. Я подавал заявку, писал огромное письмо после одиночки на английском языке, почему я хочу. В общем, не прошел я отбор, спойлер, типа, я не особо знаменитая такая личность. Ну, обидно, но ладно. То есть, мне такое бы хотелось, но есть еще дела на земле. Вот как только дела на земле я решу, я бы с радостью туда махнул. Почему бы и нет? Отлично. Главное, знаете, здесь, это скромность. Она всегда украшает чудово. Еще ваши вопросы, пожалуйста. Пожалуйста. На верхнем ряду. Здравствуй, Андрей. У меня такой вопрос. Ты говорил о том, что вот классно все развивается за счет того, что применяются нестандартные технологии, которые не применялись. У меня вопрос, с каких пор IT не применяется в космосе и почему ты исповедуешь это таким образом? Ну, смотри, нет. Оно применялось всегда. Но смотри, как оно применялось. Возьмем тоже NASA с высадкой на Луну. У них был там компьютер с обеих чемпи, телефон лежащий у тебя в кармане. И они не могли посчитать ничего, даже толком. И это все было примерно. То есть они не верили этим моделям, они использовали это как там, чтобы рисовать чертежи в итоге, а это используется для того, чтобы собирать и делать буквально с Freud-Waynick. То есть это вера в то, что эти технологии могут все-таки это смоделировать и представить. И все это используют, поэтому это новое. Окей, спасибо. Космонавтики запускали ракету. Вот вопрос, два вопроса. На какую высоту и взрывалась их в той месте? 300 метров высота. И да, взрывалась. Выбивала клапан двигательного крышка двигательного отсека. Двигатель был отсоявший. Видео есть? Видео есть. Где можно посмотреть? Да не показывает он видео, не хочет. Главное, скажи ресурс. И в инстаграме будет у меня. Хэштег Андрея. Хэштег был в презентации. Так, понял. К Андрею на страничку за хэштегами. Еще, еще минутка. Ну, ребят, давайте. Не хотите приз? Смотри, человек через... Я не знаю, что там за приз, я не знаю, что там за приз, но, наверное, вы его хотите. Путевка на Луну, как минимум. Путевка на Луну. Блин, а можно я себе задам вопрос? Луна. Название нового парка, который в проекте будет лугостоким. Хорошо, друзья, у нас остается 30 секунд. Если у нас нет больше сменчиков задать вопросы, тогда у меня один вопрос к Андрею. Какой вопрос тебе понравился больше всего? Ну, если вот по тематике выступлений, по стилю понравился провзрыв. Тут вот что-то машет рукой. У вас вопрос есть? У нас есть вопрос. Давайте, давайте. Нет вопроса? Все, видишь, вот так люди теряются. Да, вы здесь исключились. Выбираем тогда из тех, кто слышал. Мне понравился вопрос Богдана про электронику и вопрос про взрывы. Вот я вот. Можно я подумал? У тебя есть ровно 3, 2, 1 про электронику. Электроника. Ну, хорошо, мы запомнили тебя, Богдан. Ты будешь тем, кто получит письмо на Новый год от Андрея и Управление пределами молодежи. Открытку. Хорошо. Большое спасибо, Андрей. Жму тебе твою инженерно-интеллектуальную руку. Двигайся дальше. Друзья, кто впервые слышал тему про доступный пластмасс? Поднимите руку. Кто впервые всю вот эту информацию про разницу в ракетах? Я, я такой первый раз слышал. Если честно, Андрей, спасибо. Для меня было новостью, что взрывать ракеты это не стыдно и неплохо. Это ок, это нормально. Поэтому, друзья, вперед проектируем и взрываем. Двигаемся дальше. Наш следующий участник Волкова Дарья. Даша. Ее тема связана с отдыхом на ханке. Я напомню, что Даша у нас ассистент Департамента наук и земли Института мирового океана ДФУ. Член Русского географического общества. Даша. Да. Да, отлично. Ну все, вы немножко зарядились темой космоса и вернулись обратно на Землю. Пожалуйста, какие книжки ты любишь читать? Фантастику. Фантастику? Зарубежную или отечественную? Зарубежную. Зарубежную. В этих зарубежных фантастиках есть твои портреты твоих коллег? Географов? Да, довольно честно. Фантастик. Да, фантастические географы это те люди, как те персонажи, которые влияют на нашу Дашу. Ну что ж, твои 10 минут начинаются сейчас. Гонг. Всем привет, я Даша и я географ. И я ненавижу когда, когда мне подходят и говорят Даша, скажи столицу Португалии. Ну ё-моё, ну я что, ходячий справочник столиц? Сегодня я хочу рассказать вам, и надеюсь вы поймёте, что географы это всё-таки не справочники столиц. Немножко курсов географии. Так, немножко экскурс в школу, да, мы все помним, что там в пятом классе нам рассказывали, что география, что-то там материки, океаны, уже ближе к 10-11 классу люди появлялись. В общем, что-то непонятное. Собственно говоря, так и осталось. Когда я поступала на географию, я абсолютно не понимала, куда я иду, и что, собственно говоря, мы будем изучать. Немножко вас просвечу, чтобы было понятно. Всё-таки на самом деле география это очень важная наука. Она изучает все компоненты природы, живые, неживые, и, конечно же, здесь появляемся мы, люди. То есть это все взаимосвязи, мы всё-таки уже не отдельные, да, мы работаем, мы взаимосвязи, и всё такое. Сейчас я хочу с вами создать такой образ географа. Вот вы в первый раз слышите, типа, кто такой географ? Вот создайте в голове себе образ географа. Ну, в общем-то, я, собственно говоря, тоже не особо его представляла, но для меня географ был, ну, что-то типа такого. То есть это какой-то приклонного возраста Индианы Джонса, у которого есть тарта, компас, он что-то ходит, что-то делает, что происходит, вообще непонятно. Вот. Ну, и обязательно ещё, мне почему-то казалось, что у него есть подворная труба. Ну, вот такой образ, да, географа, что это какой-то человек, связанный с каким-то большим рюкзаком и картой, это такой старый, наверное, образ, когда раньше, например, люди уходили в экспедиции, да, не на недельку, а на несколько лет, они шли, открывали новые территории, закрывали там белые пятна на карте и так далее. Ну, на сегодняшний день, я вас огорчу, да, географ выглядит примерно вот так. То есть мы сидим за компьютерами, ищем информацию в интернете, штудируем спутниковые снимки, читаем статьи, там, строим свои какие-то гипотезы, теории, но у нас всё-таки присутствует доля романтики, то есть экспедиции, они не прекращаются, мы ещё едем, но уже к радости не так надолго. Вот представьте себе такую ситуацию. Да, вот это лето, да, у нас было аномальная жара, вы, значит, все едете на море, лежите на пляже, вам так хорошо и прекрасно. И тот к вам приходит, ну, точнее, не к вам, да, просто приходит на пляж человек, у него вот такой интересный прибор, непонятно, да, что за прибор. Ну-ка, поднимите руки, кто не знает, что это за прибор. Ура! Это осознает, здорово! Значит, предположим, вы не знаете, да, или добрая половина. Очень похоже на какую-то фотокамеру, вроде как штатив какой-то есть и так далее. И еще самое интересное, что рядышком находится человек, у которого вот такая будет большая линейка. В разложенном виде эта линейка, по-научному это будет называться геодезическая рейка, 3 метра в высоту, чтобы вы понимали. И с помощью этих нехитрых приборов мы, собственно говоря, можем определить, что на пляж пришел, ну, если не строить или что-то строить, то уже обираются, то это пришел географ, который собирается снимать какие-то параметры пляжа. Здравствуйте. А вы можете лучше программировать изменения везде с побережью? Конечно. А это происходит? Вы будете дальше с этим продолжать, следовать по берегу Верханку? Да, по берегу. Побережье Ханкин будем отслеживать. У нас сейчас большая грантовая работа, нацелена, ну, если не сделала ПТМ, и нас проспонсирует. Вот, ну, мы, конечно, будем разбираться, и наш уже проект, который мы задумали, он уже будет направлен на все побережье. То есть, основываясь как бы на модели вот этой вот этой ситуации, посмотрите и остальное побережье. Можно ли сказать спасибо большое за вопрос, что в относительно скором будущем нам будут приходить смски от МЧС, и спасибо этим смс-кам можно будет сказать Даше. На Ханку не жить, там был сель, там наводнение, там кошмар. Ну и подпись. Ваша Д. Хорошо. Спасибо. Еще вопрос? Да. Вот вначале слышала про то, какой образ был географа. Все-таки есть ли в этой профессии какой-то дух авантюризма и романтики? Ну, конечно. Почти все, у кого я не спрашиваю, зачем мы поступили на географию. Ну, каждый день там, да, не всех привлекает просто слово география, и не все понимают, что это такое. Так вот, почти все уверены, что они поучаствуют там в экспедициях и так далее. И это действительно так. У нас очень многие, например, наши студенты буквально вот за последние два года пять раз были в Арктике. В общем, сложность больше ста дней там провели. Поэтому экспедиции едет, наука живет. Вот. Мы с темащи. Очень интересно. Благодарю за вопрос. Благодарю за ответ. Во-первых, Дарья, мне кажется, когда ты увидела карты контурные, первый раз ты подумала, какая авантюра. И все же пошла дальше. Что-то подобное. Хорошо, двигаемся дальше. Есть еще несколько, у тебя есть вопрос. Да? Пожалуйста. Спасибо. Хорошо. Я понимаю, профессии все сильно изменились с приходом информационной эры. Айтишники теперь везде. Но вопрос такой, как, ну, хорошо, мы понимаем, что, например, оно там размывается. Как с этим бороться, кроме того, что информировать людей? Вот какие вообще способы? Вот мы узнали, что есть проблема. Что мы дальше с ней делаем? Да, ну, она в первую очередь передается, конечно, ну, я бы не сказала в администрацию, ведомственные органы, потому что побережье не всегда ведает администрация, горло. Вот. И, собственно говоря, дальше это как бы на их совесть, грубо говоря. Да? Если, например, их волнует данный вопрос, то там могут, например, ставиться волнорезы. да, те же самые, которые будут препятствовать нагонным волнам, и тем самым они просто сохранят пляж, ну, не в персвозданном, конечно, виде, но тем не менее помогут. Также, например, бывает, отсыпают пляжи, и, в принципе, очень много, на самом деле, способов, это тоже в зависимости от пляжа, этого типа, формы, и скорости его разрушения. Спасибо за вопрос. Отлично. Как же живут регионы, у которых нет пляжей, нет у них моря, чем географы занимаются там? Аша, последний вопрос, у нас осталось 30 секунд, пожалуйста. Ну, у меня вопрос, так, все-таки, какая столица Португалии? Ладно. Вопрос другой. Мне вот зацепил вот этот график, который вы представили, профиль берега, да, да, да. На самом деле, он удивительно, очень сильно изменился. Вот у меня первый вопрос, это за какой период он изменился? И второй вопрос, учитываете ли вы приливы, отливы, если да, то как? Да, во-первых, график, это не реальный график. Ну, то есть, я его просто построила для примера, вот, да. Это тайна, это же десертационная работа. Вот. И, да, конечно, мы причем... В общем, да, учитываем это все дело, но дело в том, что наше море, японское, оно находится больше не приливное море, считается, и поэтому фактор учитывается, но не играет ведущую роль. Как-то ты так грустно сказал, будто работая меньше, скучнее, рассчитывала на монтёру с приливными лунами, а теперь как-то извините японское. Хорошо, спасибо. Мне к тебе последний вопрос, Даш, какой из этих вопросов тебе понравился, запомнился, ты бы выбрала и поставила ему отметочку ОК. Про контурные карты. Вопрос про контурные карты, да ладно. Хорошо, спасибо, аплодисменты. Давайте, у нас все. Человек у нас под колпаком, тебе даже большое спасибо. Провожаем тебя в зал, да? Спасибо. Продолжение следует...